Жители Крыма сегодня получили первые зарплаты в рублях. При этом предприятия могут конвертировать свои ресурсы из гривен в российскую валюту через представительство банков нашей страны, которые открылись на полуострове. В конце марта в Крыму начали выплачивать в рублях пенсии и другие социальные пособия. Рубль официально вошел в обращение в новых российских регионах 10 дней назад. Пока до 1 января 2016 года он будет ходить наравне с гривной. Такое решение власти приняли, чтобы переход прошел безболезненно для всех предприятий, ну и жителей Крыма и Севастополя соответственно. При этом многие жители Крыма используют по максимуму открывшиеся валютные возможности переходного периода. Они обменивают зарплаты, полученные в рублях, обратно на гривны. Благодаря этому их доход вырастает более чем на четверть. Дело в том, что пенсии выдавали по курсу 3 рубля и 80 копеек за гривну, а вот обменники, например, в Симферополе гривню оценивают примерно в 3 рубля. Этим пользуются особо ловкие игроки на валютном рынке. И счет все-таки будет изменен с нынешних 3,8, ближе к официальному курсу, который действует на Украине. Либо все-таки, наверное, переходный период сокращенный. В конечном счете украинская гривна будет вовсе вытеснена из обращения. Останется лишь как иностранная валюта для обмена в обменных пунктах, а не как гривна, которая принимается как платежное средство в торговых точках Крыма. При этом российский рубль на информационных стендах все еще указан как иностранная валюта. Во многих обменниках гривны стали заканчиваться, при том, что рублей более чем достаточно. Продолжение следует...